Накануне в Можелесе раскритиковали работу почти всех министерств. По данным счетного комитета, у большинства ведомств проблемы с расходованием бюджетных денег досталось именобразованию. В прошлом году из Нацфонда выделили 663 миллиона тенге на открытие в вузах каворкинг-центра. Средства так и остались неосвоенными. Об этом и не только подробнее поговорим с экономистом Рахманом Алшановым. Добрый день, Рахман Алшанович. Вот каворкинг-центр это место, где можно арендовать место для работы, такой общий офис для всех. Что представляют из себя каворкинг-центры для студентов? И главное, как так получилось, что вузам понадобились деньги из Нацфонда? И почему они в итоге остались неосвоенными? Ну, в данном случае, насчет этого проекта мы не слышали. Может, министерство проводило совещание с отдельными вузами? Это я не знаю, потому что только узнал из печати о том, что министерство не освоило такие деньги. По большому счету, конечно, эти деньги нужны, потому что в вузах растет креативная молодежь, у них интересные проекты, программы. Вот у нас университет такой создан, но и эта помощь была бы кстати, кстати. Поэтому, я думаю, такие проекты должны обсуждаться. Но, к большому сожалению, вот у нас часто меняются министры, каждый раз появляются новые программы, новые проекты, которые забываются в дальнейшем. Вот созданные центры коммерциализации, высшего учебного заведения, о них уже забыли, хотя потрачены деньги, приобретены обороты и так далее. То есть, каждая идея должна быть вложена в систему, она должна быть ввязана к государственным программам инновационного развития, креативной экономики и так далее. Поэтому, к большому сожалению, вот отрывочное такое отношение к делу, оно наносит ущерб. А как вообще обычно происходит финансирование вузов, если речь идет о каких-то дополнительных запросах? И вот в случае с каворкингами их открыли потом за счет спонсорских средств, и почему изначально об этом не подумали? Ну, мне трудно об этом говорить. Дело в том, что, конечно, есть разные вузы. Есть вузы национальных университетов, в которых бюджет достигает, допустим, 29 миллиардов в тенге, 18 миллиардов в тенге. Есть национно-государственные вузы, есть частные вузы. Поэтому здесь по-разному может быть. По большому счету, вузы студенчатства у нас креативные, думаю, еще не в зависимости от форм собственности. Поэтому такие программы должны обсуждаться, они должны потом уже находить коллективные решения. В принципе, конечно, потенциал огромен. У нас получается вузовская наука, вузовское аниверситетское образование. Пока еще нет такой плотной, нужной, необходимой связи с производством, с компаниями. Потому что, посмотрите за рубежом, многие идеи, которые генерировать вузы, сразу находят реализацию с производством. Теперь экономика, новая экономика, должны создаваться студентами. Я был в Америке, при университетах сразу созданы десятки тысяч компаний. Студенческий проект получает поддержку, он развивается. Новый, потому что мы все ориентируемся на предприятия действующие. Но у них другой подход, скажем так. Они только думают о себе. А новый, совершенно новый, нарождается в студенческих лабораториях. В студенческих ума, скажем так. В Германии мы видели так. Во многих странах мира это есть. Мы об этом знаем, говорим об этом, но, к большому сожалению, вот такого мощного системного подхода не наблюдается. Это сейчас вопрос номер один. Президент страны говорит, что мы должны двигаться, создавать, проводить диверсификацию национальной экономики. А кем нашего города, Алматы, говорит, давайте будем ориентироваться на инновационный бизнес. Ну, давайте двигаться дальше. Вот поэтому эти деньги, если бы были в системе всех этих разговоров, фонды развития, инновационные фонды, тогда бы это дало результат. У нас с растопительными пальцами приоритеты по стране расползаются так, скажем так. Ну, например, вчера госпожа Годунова в сердцах сказала. И раньше это было ясно. Но сейчас вот трата этих денег, неправильная трата денег в условиях дефицита, в условиях предкризисных явлений, конечно, имеется исключительно ваше значение. Поэтому я, Нурлан Нигмуна Атольевна, в сердцах никогда не слышал, что он был на грани того, чтобы уходить в отставку. Что бы говорить там, так, с болью говорил об этом, терпение лопается, так, кончается. Ну, на самом деле, посмотрите, вот мы говорим, ну как это может получилось, что у нас 50% потребительства расходов идет на продовольствие, а Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире, чуть ли не там хоть десятку, мировых производителей продовольствия. Почему? Потому что оказалось, рынок продовольствия, посредники, отданные посредничеству компаниям, спекулятивным компаниям, для них не преграда. Они поражают инфляцию. Есть в мире адаптированную, опробительную. Метод этой борьбы с инфляцией. Спасибо, Рахман Алшанович, вы меня слышите. Как на ваш взгляд, почему периодически все-таки возникают вопросы с неосвоением бюджетных денег? Ведь когда возникают какие-то проблемы в любом ведомстве, как рассветают на то, что не хватает денег, а вот их выделили и, получается, не осваивают. Вы знаете, вот, да, были тучные времена, когда денег было много, вопрос у нас был, экономика распределения денег была. Экономика зарабатывания денег оказалась много не под силу. Нужно менять менталитеты. И нужно за эти деньги отвечать. Посмотрите, вчера Министерство культуры и спорта выделило 96 миллиардов тенге на цифровизацию архивов. И через Министерство цифровизации. А архивные сообщения говорят, что недоумение, они даже не знают. На эти деньги может поставить 64 школы. Зачем, говорят, так? Во-первых, почему с нами не посоветовались? Многие данные архивы запрещены, так? То есть почему? Прераспределение денег не спрашивается у тех, кто, у экспертов, у экспертов общества, у тех, кто занимается этим делом, так? Ну, посмотрите, все Министерство сельскохозяйства говорят, это не мы виноваты, это вот предыдущие министры. У нас привыкли, удобно, часто меняются. Это до меня было. А что, Министерство сельскохозяйства открылось? При этом министры, что ли, до этого не было, что ли? Кто должен отвечать же за программу, которая принята в это министерство? Государственные программы, так? Никто с них спроса нет. И получается, посмотрите, у нас вот дефицит 142 тысяч тонн мяса птицы. Ну, понятный приоритет. Завозим на 42 миллиона долларов говядину. А мы, у них головоболись, что экспортируют мясо. У нас внутри не хватает. Ну, есть же. А в то же время производители яиц, так, у них перепроизводство. Ну, поставить броли, цеха и так далее. Ну, очевидные вещи. И таких проектов много. А вот на ваш взгляд, после пандемии, после кризиса, из-за низких цен на сырье, будет ли сделана какая-то работа над ошибками? И когда мы начнем, наконец, слезать с нефтяной иглы? Вы знаете, вот президент поставил правильную задачу. Парламент говорит об этом. Сегодня оказалось слабым земным правительством. Правительство должно работать над ошибками. Или уйти нам, так? Или, по крайней мере, навести порядок в своем хозяйстве. Как это? Деньги выделяются, деньги не используются. Но огромная сумма. 400 миллиардов тенге неэффективно использовано. 225 миллиардов тенге с нарушениями. Как будто у нас денег хуры не клюют. Это прямая обязанность правительства. Министерство экономики. Министерство индустриального развития. Ну, дорогие друзья, считайте деньги, так? Почему? Вчера выступал вот у нас наш бизнесмен Дмитрий. Вот он говорит, вы знаете, стоят предприятия, не полностью загруженные. Мы завозим в Казахстан много продуктов, которые мы можем сами производить. Ну, почему это не делается? Это ежедневная, кропотливая работа правительства. Сидеть, скажем, не писать программы, которые не выполняются, а считать деньги. Мы научились красиво бизнес-планы рисовать. А их реализация, нужно или не нужно, скажем так. У нас, как пишут, говорят, мы ориентированы на китайский рынок. Да, Китай сам не знает, куда свою продукцию деть. И мы хотим еще испугать Китай. Или завалить Китай своей продукцией. Давайте уж будем реалистами. Давайте внутренний рынок насытим. Это же известно, этого не хватает, этого не хватает. Пандемия показала наши слабые места. Давайте над них будем наращивать, усиленно оправлять сюда. Поэтому образование, наука, министерство, все они вместе должны работать в системе. Если есть проблема, ставьте задачи перед наукой, ставьте задачи перед образованием. Готовьте кадры, проводите исследования. Тогда производство должно диктовать нам, ставить задачи перед нами. Поэтому очень часто бывает, экономика сам по себе, образование науки сам по себе. И вот только-только мы говорим об этом, но у нас же сейчас времени нет. В мире большинство, скажем, серьезный кризис. Никто пощадок не делает. К сожалению, время нашей программы тоже ограничено. Будем надеяться, что после пандемии будет все-таки сделана та самая большая работа над ошибками. А мы продолжим.